Привет, с вами Чехунья. В этом видео я расскажу о четырех персонажах с промо-набора, который был выпущен на времен с дополнением Ратус Африканус. По традиции в нем присутствуют исторические и литературные персонажи, тематические. Они связаны с исламским миром, хотя не все представляют исламское сословие. И на статус промо-персонажа указывает вот эта буква Б, бонус. Итак, начнем с Саладином. Он может обменять любое количество своих карт регионов. Новые карты с колодой, потом добрать еще карты с колодой, чтобы у него были четыре карты. Весьма полезный персонаж, особенно под конец игры, когда таким образом может отобрать нужные регионы, где потенциально он может получить победные очки. А Саладин представляет рыцарство и поэтому может дальше передвинуть фигурку чумы, чем обычно. Еще один плюс. Если во время его хода погибают хотя бы три кубика, то владелец Таласа Саладина передает его одному из игроков, который потерял кубик. Ну, мягко говоря, довольно странное свойство. Мне другие персонажи рыцарства больше нравятся. Ну, Саладин обычно мало кто хочет брать по началу. Игра тогда становится не такой динамичной. Но, с другой стороны, этот персонаж исключение, так как от него можно избавиться другим путем. То есть, не надо ждать, пока кто-то его заберет. Далее у нас Бедуин. Владелец Бедуина во время своего хода берет вот такой один Тайл. Переместить фигурку чумы на три региона. Эти Тайлы были уже включены в состав Африкануса. И некоторые обозреватели удивлялись, зачем так много их, если не играть с Бедуином. Их можно использовать как напоминание, что играя пятером или шестером, представитель рыцарства может сходить на три региона. Игрок также может потратить один такой Тайл во время своего хода, чтобы передвинуть фигурку чумы на три региона. Даже потом, когда у него уже любует Бедуин. И небольшой бонус в конце игры. Игрок, у которого больше всего таких Тайлов получает также одно победное очко. Ну, в принципе, не Госта. Но спасибо хотя бы за это. В целом, Бедуин нормальный персонаж. Может эластично потратить эти Тайлы, чтобы переместить фигурку чумы. И оставляя других при этом незнание. И последний персонаж. Мореплавит Сэлсинбэд. Может переместить до двух кубиков на эти стрелки. Ну, не только на эти, но и на стрелки на карте базовой игры. И, как вы знаете, эти стрелки соединяют двух регионов. А кубики там остаются до тех пор, пока на один из этих двух регионов не придет чума. Тогда владельцы этих кубиков должны решить. В каком из этих регионов они хотят оставить своих кубиков. И после этого открываются жетоны чумы в этом регионе. Ну, такая хорошая практическая возможность хоть на время защитить своих кубиков. Ну, за счет. В целом, мне этот набор понравился. Аладдин и Синбад могли спокойно заменить дипломата из Африканса. По мне, так они интереснее. Ну, в принципе, веду им тоже. А на этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в другой раз.